всем привет продолжаем знакомиться с главами книги библия в иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнор фон карсфельда библейскими текстами по синодальному переводу иаков и рахилю колодца и встал иаков и пошел землю сынов востока к лавану сыну вофуила армиянина брату ревеки матери якова и сава и увидел вот на поле колодец и там три стада мелкого скота лежавшие около него потому что из того колодец и поили стада над устьем колодец был большой камень когда собирались туда все стада отваливали камень от устья колодец и и поили овец потом опять клали камень на свое место на устье колодец иаков сказал им пастухам братья мои откуда они сказали мыс хорана он сказал им знаете ли вы лавана сына на хорова они сказали знаю он еще сказал им здравствует ли он они сказали здравствует и вот рахиль дочь его идет с овцами и сказал яков вот дня еще много не время собирать скот напоите овец и пойдите пасите они сказали не можем пока не соберутся все стада и не отварит камни от устья колодец и тогда будем мы поить овец еще он говорил с ними как пришла рахиль дочь лавана с мелким скотом отца своего потому что она посла мелкий скот отца своего когда яков увидел рахиль дочь лавана брата матери своей и овец лавана братом матери своей то подошел яков отварил камень от устья колодец и напоил овец лавана брата матери своей и поцеловал яков рахиль и возвысил голос свой и заплакал и сказал яков рахиль что он родственник отцу ее и что он сын ревейкин текст по книге библия в иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнор фон карсфельда библейскими текстами по синодальному переводу юлиуса шнор фон карсфельда библия